Привет, с вами снова Санна Виталини. Сейчас я хотела бы снять видео, которое называется Back to School. Сейчас мы пойдем в школу и услышим этот звук. Да, он раздражает, я так понимаю, не только меня. И кому интересно посмотреть на мои покупочки к школе, то, конечно же, оставайтесь со мной и давайте начнем. Я расскажу о таких, так скажем, массивных покупочек. То есть я расскажу сначала о школьной сумке, о пенале, дневнике, потом перейдем к тетрадочкам и так дальше. Потом уже будет канцелярия. И давайте начнем с моей школьной сумки. Моя школьная сумочка я уже показывала в покупках 2. Вот такая вот тайна. Ее можно носить вот так вот. И мне, в принципе, нравится. Давайте посмотрим на ее внутреннее отделение. Вот таким вот образом. Тут вот у нее кармашек, потом тут у нее кармашек, типа как по телефону. И вот такой вот кармашек. И, кстати, сзади она выглядит вот таким вот образом. Нарисована вот такие вот палочечки. Такой классненький ремешок. Вот сейчас я иду в шестой класс. Я ходила всегда с рюкзаками. Сейчас я решила себе купить сумку, вот, которую я вам только что показывала. И я вам сейчас хочу показать на всякий случай вот такой вот рюкзак. У меня, я с ним ходила, короче, вот. Так вот он выглядит. Hello Kitty. Если вот зимой, я думаю, возможно, я буду носить его. Ну, вообще, я буду носить сумку, но зимой, возможно, я буду носить его. Вот такой вот. Он с изображением Hello Kitty. Тут вот есть первый кармашек, так скажем. И он расстегивается вот на таких вот штучках. Это он изнутри. Тут большое отделение, я тут какой-то кулек уже положила. И вот тут вот еще одно отделение, вот. И, кстати, вот тут вот есть вот такая вот, вот такой вот маленький еще карманчик. И также вот тут вот есть карманчик. Скажу же, мой дневник. Мой дневник выглядит вот таким вот образом. Он безумно красивый. Я хотела ходить с дневником, который я купила уже очень давно. Но, возможно, буду ходить к ним в следующем году. Вот так вот он выглядит с Христианой Гильерой, вот. Но он как-то не хочет с ним ходить, и поэтому я его отложила. Я не могла найти хорошего, достойного дневника, но зашла в Сократ и нашла вот такой вот замечательный дневничок. На нем написано Glamour Witch, то есть гламурная ведьма. Тут нарисована вельма такая гламурная. Мне нравится, вот тут вот написано... Ну, дневник по-украински, еще дай-дай-дай-дай. Вот тут нарисованы летучие мышки, вот такая вот эта печка, и тут змеюшка такая, и золото. Да, и мне оно очень нравится. Идем уже к моим тетрадочкам. Я тетрадок не покупала, так скажем, хотя нет, несколько штучек купила. У меня в основном поставали с прошлого года еще вот такая вот пачка. Да, и у меня, кстати, многие еще вещи остались с прошлого года, и я не покупала, но... Итак, я для начала покажу тетрадочки в клеточку. Это первая будет такая вот сладкая паночка. Такая милая паночка. У меня очень много тетрадочек с котятами. Потом три вот таких вот бабочками и цветочками. Мне не сильно нравится. И вот еще такая вот. Теперь у меня целый набор мне мама купила. Вот такие вот тетрадочки. Очень красивые, с такими милыми котятами. Тут к бокам котята. Вот таких вот пять штучек. И с вот такой вот кисой пять штучек. Затем интересные вот такие вот миляшки. Вот такие, смотрите, какие няшные кисы. Вообще такие няшки. Очень клевые. Затем вот такая вот киса. Собачка. То, что я вам сейчас показывала, они либо на двенадцать, либо на восемнадцать листов. И вот такая вот тоже на восемнадцать листов. У меня еще осталось с прошлого года. Вот. Такими милыми пирожниками. Очень красиво. Потом вот такая вот на двадцать четыре листа. Такой кисинкой. Бачкой. Времена года на сорок восемь листов. Тут осень, а тут то ли лето, то ли весна. Не знаю. И одна из моих, одна из моих любимых, так скажем, тетрадочек, которая написана «Звезда в шоке». Да, она мне нравится. Тут сзади, кстати, были еще такие тетрадочки. Тут, как обычно, все клубнично. Пацан сказал, пацан сделал. Потом хорошо, там, где есть я, и будь проще. Это учитель, надо сказать, будь проще. Я купила вот такую «Звезда в шоке». Возможно, еще куплю какую-то. Сленькая тетрадочки в линейке. Написано «Мисс Мяу, милая киса». Вот такая собачка. Кот-ученый. Такая милая киса. Киса. Опять киса, да. И вот такая тетрадочка я и выиграла. С машинками. Долгая история. Рассказывайте, куда она мне взялась. Но все же, вот. Потом одни из моих любимых тетрадочек. Это с... Странными. Это что? Это Франция. Вот такая красивая. Это вот на 18 листов. Потом Греция. Тоже красивая. Италия. На первом такое произношение «Италия». И Нью-Йорк. Она мне очень нравится. Очень клевая тетрадочка. Мне нравится. Чем у меня две подписанных тетради, на которых я не писала. Я думаю, что и не буду писать, но все же они у меня есть. Вот. Пироженком и клубничками. Так, быстрее. Саша, давай. Вот такие вот с клюковками. Вот такая тетрадочка. Она на 6-ой листов. Просто я 2 листа вырвала, поэтому не буду, я думаю, не писать. Потом вот такой милый кис. Это уже 24 листа. Вот такие еще есть. У меня были листы, кажется. Такая тетрадочка. Потом вот такие тетрадочки. Тут киса и кролик. А тут собачка и кролик. И вот такая очень клевая тетрадочка. Она подходит под мой цвет ногтей. Она формлена в свадебном стиле, так скажем. Я называю это свадебный стиль, возможно, не свадебный. Короче, вот. Очень красивый цветок. Такой чашечки. Я видела такие еще, но я не купила. Вот это дура, да. 24 листа. Очень красивая тетрадочка. Хочу еще такие купить. Потом вот такие вот киски. Собачка у меня была много из этой серии, но стало столько. И вот такие вот тетрадочки на 36 листов с кроликом и с ёжбом. Потом вот такая вот на 36 енотика. Очень красивая с Вьетнамом. Тут написано Вьетнам. С таким крысим водопадом. И тут сзади я формлена как плейшет. На 48 листов. Предпоследняя. Будет такая вот с Лондоном. Возьму, наверное, на английский. Big Benham. И последняя тетрадочка. Вот такая вот с таким вот миленьким, красивеньким цветочком на 60 листов. Вообще-то на французский заводить словарь. Не знаю, как на английский. Потому что у нас в школе английский первый год. На самом деле я его... Он с пятого класса идет. На самом деле я учу английский с двух лет. Как бы это странно звучало. Но я не знаю. Если будет нужен на английский, то я куплю еще на английский. Вот такой вот на французский. Вот тетрадь-словарь. С иностранного языка. Вот такой вот выглядит. И тут, кстати, очень клево, если бы это был английский. Сейчас. И тут есть подсказки правила. Тут есть быстренько алфавит, времена года, недели, цвета, какое время, время всякое. Потом неправильные глаголы. Ну и глаголы, вопс. Тут очень много. Это кайф. Вот, смотрите, сколько. Это все на глаголы, вопс. И тут уже идет самый простой словарь. Да, вот. Так вот он выглядит. И мне нравится, кстати, одно из самых главных принадлежностей школьника. Это о моем школьном пенале. Скажу честно, в этом году я с пеналом не заморачивалась, не покупала новый. Расскажу вам, что в прошлом году у меня был вот такой вот пенал. Тут вот две кисы. Потом вот киса и собачка. Такой красивенький, мне нравится. Ну, в общем, прикол, он порывался. Я в этом году скорее всего не буду носить его, видите. Тут порывался, тут порывался, тут, тут. А предавщица говорила, что он самого лучшего качества. И тут он аж на три отделения. Сейчас, блин, чего оно не хочет открываться. Капец. А, вот, все нормально. Вот. Вот так вот. Второе отделение выглядит, как оно более-менее хорош на стороне. Тут третье тоже порвано. Но его мне тем более тяжело будет носить в сумке. И поэтому я нашла вот такой вот пенал. У меня лежал дома. Вот такой самый простой тубус, так скажем. Хотя это не тубус, не знаю, как называется. Вот такой вот, короче, с такими вот квадратиками. Я не заморачивалась пеналом. И вот так вот он выглядит. Кстати, кто хочет посмотреть видео о моем школьном пенале, отдельный обзор посреди учебного года я сниму. Пишите в комментариях, и я обязательно выполню этот запрос. Сейчас я вам просто быстренько покажу, что я докупила к школе именно. Что вот так вот тут у меня все выглядит вот таким вот образом. Сейчас я вам быстренько попытаюсь рассказать. В этом отделении у меня лежали вот такие вот закладочки. Я их купила, но не показывала еще в покупках. Вот так они выглядят. Первый вот такие вот с клубничкой, второй с бананчиком, и третий с апельсинчиком. А чем вот тут вот ниже лежит моя точилочка. Я люблю точилочки, так скажем, с вот такой вот коробочкой. Вот. У меня от FaberCastell. Не хочет скухироваться. Ладно, короче, вы поверьте, что это FaberCastell. Вот так вот она выглядит. И я, скажем, честно, я пользуюсь только вот такими вот резинками, потому что мы, самая лучшая подружка Яны, их обожаем, потому что они вытирают ручку. Вот так вот они выглядят. Первая вот такая вот. Вот эта часть вытирает ручка, вот это карандаш. И вторая вот такая вот эта ручка, это карандаш. Это замечательная вещь. Хотя можно купить ручки, которые вытираются резинками. Но эти ручки ужасно пишут, и поэтому я считаю, что нужно иметь вот такие резиночки. Да, я была себе приобрела вот такую вот резиночку. Так, она выглядит вот такими сердечками, шариками. Шариками, да? Вот такая вот, в чем суть этой резинки. Чем она мне понравилась, то, что тут вот, к примеру, розовый, да? Мы не хотим вытирать розовую. Мы берем вот так вот под низ и придавливаем. Вот. И у нас вылазит желтая резиночка. И если мы хотим желтый, вытирать карандашик, то мы не меняем. Если мы хотим другой цвет, то вот так вот не вставляем, вставляем, вставляем. Стираем отлично. И теперь я себе купила несколько ручек, чего у меня сегодня все падает. Короче, у меня ручек очень много, но все же я купила себе еще. Ручка-маньяка. Так, короче, вот такая вот ручка от акцент, каприз. Вот, вот так выглядит. Я люблю все ручки, только как это становится. Тонким стержнем, вот так вот выглядит. Мне нравится, вот так вот красиво оформлено. И красиво ручка. Затем вот такая вот тут акцент, сдерлась уже в оформлении. Милагра, я помню. И вот такая вот тоненькая тоже. Я розовый, если честно, девочки, не люблю. Но у меня почему-то все розовое. Не, ну у меня не все розовое, но просто ручки розовые. Тем будет такая вот ручка. Мне бабушка купила. Мне нравится с такого салатового, красивого цвета. С цветочком. С цветочками. И, насколько я поняла, она тоже тоненько пишет. Затем еще одна ручка. Вот, вот акцент. Почему у меня все ручки от акцент? Она с Барби. Вот. Я не особо люблю Барби, когда была маленькая игра, но сейчас нет. Но все же она очень просто красиво оформлена, золото. Мне нравится. Также я себе купила вот такой вот карандашик прикольный. Тоже, как, ну, что-то я потянула, знаете, она все такое цветное, которое надо доставать. Вот. Мне нравится вам писать таким вот, или, к примеру, там, грифель списался. Вы берете, переставляете вниз. Мне нравится желтый, переставляете, и у вас тут вылезает какой? Оранжевый. Вот. Хотя на камеру вам он не кажется оранжевым. Вот так вот уже ближе. Кажется, каким-то розоватым персиком. Ну, короче, он оранжевый. И, в принципе, пока что все. У меня там остались вот две. Красная ручка, черная ручка отбить. Затем цветные карандаши тоже не покупала. У меня остались вот такие вот двухцветные, потому что их легче носить. Потом будет такая вот линейка. И давайте посмотрим, что находится в этом. Помню, что кто хочет отдельный обзор на мой пенал, потому что сейчас тут сложено все не так, и не те принадлежности лежат, которые я буду брать в школу. То пишите в комментариях обязательно, и я сниму это видео. Итак. Вот тут вот я еще купила вот такие вот закладочки. Не знаю, как их называть. Вот такие клеющиеся. И, скорее всего, тоже возьму с собой в школу. Покупала простых карандашей, потому что у меня их, зашибись, сколько. У меня ручек тоже много, но я их все-таки купила, потому что ручки больше люблю, чем карандаши, как бы это странно не звучало. Ну, я купила себе одиннадцать. Простой карандаш вот такой вот от Skipper, механический. Вот так вот он выглядит. И к нему вот такие вот стержни. Я купила вот такой корректор от TypePX. CheckSquiz какой-то вот такой вот короче корректор. Я не знаю, что из этого фирма, но, короче, вот так вот он выглядит. Самый простой корректор. Вот. И еще я к нему купила вот такой вот крест. Корректирующую ленту, не к нему вообще. Ленточный корректор. Вот такой вот фирмы. Красненький написано. И, кстати, надо и, так скажем, корректорить. Не вот так вот, как нормальный корректирующий ленту, а вот так вот. И, кстати, я знаю, что многим школе не разрешают пользоваться корректорами. Нам тоже не разрешают, но это я покупаю для французского и, возможно, английского дополнительного. Что там нам разрешают пользоваться. В начале видео я не показала еще одну сумку. Я ее купила для английского или французского, не знаю. Ну, короче, вот такая вот сумочка. Вот, да, и еще даже ценник не сорвала. Вот так вот она выглядит. Она у меня с британским флагом. Блин, как ее тяжело держать. Потому что я сюда положила уже учебники по английскому. Ну, вроде бы. Вот так вот они выглядят. Она выглядит. Доби, тут вот одно отделение, внутри одно отделение. Интересно, давайте посмотрим, есть ли там кармашек. Один кармашек вот так вот выглядит. Вспышка включилась ей. Спасибо. Вот тут кармашек, а так тут кармашка мне. Это, как я рассказывала, еще вот тут такой вот кармашек. Я купила себе на географию, на историю Украины карты. Это не всем интересно, но я быстренько, поэтому буду показывать. На географии вот такие две карты. Карта и контурная карта. На шестой класс. Картографии. И нам сказали по истории купить этот институт передовых технологий. Но я нашла только такую, вот не знаю, правильно или нет. То я уверена, что там фотка была, а это не уверена. Ну, вот так вот она выглядит. И, кстати, я еще себе, не даже не покупала, просто вам покажу. С прошлого года завела вот такой черновик. В конце прошлого года я его завела. Вот так вот он выглядит. Блин, у меня отражается мой айфон, простите. Вот так вот. Самый простой синий черновичок. Он с вот такими, так скажем, разделителями цветными. Тут есть желтый разделитель, голубой разделитель и фиолетовый разделитель. Самый простой черновичок. Вот клеточку. Вот так вот выглядит. И о нем не буду долго говорить. Последняя покупка на сегодня. Это вот такие вот замечательные фломастеры. Я их не покупала. Когда был день защиты детей, мы зашли с подружками, удачно зашли. В кафе-буланжери булочную. И мне подарили там такие фломастеры. А подружкам подарили... Не помню, кажется, какие-то там попругучки большие такие. Я зашла еще после этого, и мне дали фломастеры. Вот так вот не выглядит. Они у меня не простые, они с запахами. Это круто. Помните, я всегда, когда снимала видео о том, как вести личный миг и так далее, делала с вами различные поделки. Кто видел, то у меня там были фломастеры тоже с запахами. Но вот такие вот я еще не видела. Вот тут вот есть различные запахи. И кто хочет, я сделала у них отдельный обзор. Ну ладно, сейчас быстренько попробую рассказать. Мастера я бы с тобой рассказывать. Вот такого цвета. Должен пахнуть лимоном. Он действительно пахнет цитрусом. Лимоном. И вот такой вот зелененький. Он должен пахнуть, как я понимаю, яблочком. Вернее, да, яблочком или киви. Ну вообще ничем не пахнет. Не знаю, вообще ничем не пахнет. Ну, вот такой. Дальше будет мой любимый фломастер. Вот такой красный. Он должен пахнуть клубникой. Но он пахнет... Блин, ну как он пахнет? Он пахнет конфетой. Он пахнет так, что прям чуть ли не вкуснее всех моих бальзамок для боб. Ой, это запах, это что-то. Ну, вы не представляете, насколько сладкий, приятный этот запах. Он пахнет не клубникой, но... Ну, каким-то суперовским запахом. И вообще я в восторге от него. Тема, вот такой вот фломастер. Непонятно, чем пахнет. Какими-то то ли влажными... Не, не влажными. Ну, каким-то цветочком, не знаю. Ну, приятным достаточно. Он должен быть чем-то вот таким вот. Не знаю, что это. Так, давайте быстрее дальше. Дальше черный фломастер. Нарисовываю на что-то вот такое черненькое. То ли это не корица, я не знаю, что это. Может, корица, кстати. Пахнет чем-то таким не очень приятным. По крайней мере, я такой запах не очень люблю. Оранжевый должен пахнуть апельсинчиком. Не пахнет ничем. Затем розовый. Тут нарисована то ли тыква, то ли что-то, то ли не знаю что. Пахнет влажными салфетками. Коричневый. Вообще ничем не пахнет. Ай, а что они, ничего, ничего не пахнут? Вот этот безумно приятно пахнет ягодками. На камеру он кажется каким-то синим. Цвет абсолютно не такой. Чем дальше, тем хуже цвет даже. Вот, может, попробую лампу подставить. Ну, короче, цвет все равно не такой. Но пахнет он реально приятными ягодками. И последних два, не, три синих цвета осталось у меня три синих оттеночка. Темно-синий, хотя он мне кажется таким темно-синим. Он должен пахнуть... Угу, чем? Какими-то тоже ягодками. Пахнет какими-то влажными... Вообще, чем пахнет. Это должен пахнуть мятой. Он действительно пахнет мятой. И последний. Должен пахнуть киви, но он пахнет чем-то таким не очень приятным. Но слегка-слегка похоже на киви. Я провела такую небольшую экспертизу. И скажу, что... Многие из фломастеров очень приятно пахнут. Все видео на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось. Вы поставите пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал. С вами была Санта Виталини. Всем пока. Пишите запросики. Обязательно выполню. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.